Да, всем еще раз добрый день. Ну, я буду очень кратко, потому что, собственно, я буду говорить о том же, о чем говорил уже Бигзат Архимов, но это будет, наверное, взгляд с другой стороны баррикад. Немного. И опять же, я не буду говорить о том, что мы что-то осуждаем или считаем, что это неправильно. Здесь просто будут моменты, которые вызывают у нас некоторое беспокойство. Собственно, не только у нас, как у организации, но я думаю, что они должны вызывать беспокойство и у журналистов. Ну, буквально несколько моментов, на которые я хотела обратить ваше внимание. По наказаниям, то есть порядок объявлений выходных данных. Кажется немного странным пункт, что выпуск периодического издания, значит, равно с неясными либо заведомо ложными выходными данными влекут штраф. То есть мы настаивали на рабочей группе на предупреждении. И, наверное, все-таки нужно эти понятия конкретизировать, потому что неясные или заведомо ложные – это, в общем-то, две большие разницы. Потому что неясные – это может быть по техническим причинам, именно типографским. А заведомо ложные – это уже, вы представляете, какое-то преступление, можно сказать. Тот пункт, который мы полностью поддерживаем, особенно после публикации в последнее время детей, которые пострадали в результате насилия, это запрет на публикацию детей, которые обвиняемы в совершении правонарушений, либо которые пострадали в результате противоправных действий. И тут очень хорошо перечислено, что именно запрещено публиковать. То есть и фамилию, и имя, отчество, фото, персональные данные, дату рождения и так далее. Я думаю, что это наших журналистов немного отрезвит и облагоразумит, потому что то, что на самом деле происходит в последнее время – это полнейшее безобразие, когда СМИ, официальные и соцсети, и просто люди с каким-то, я не знаю, остервенелым удовольствием делятся фотографиями детей, которые были жертвами изнасилования или которые чуть не стали жертвами изнасилования. То есть это, конечно, категорически делать нельзя. Ну вот пункт, безусловно, очень хороший, что теперь средством массовой информации не требуется разрешения на публикацию изображения лица, но здесь перечислены три пункта, и тоже здесь у меня возникает небольшая тревога, потому что здесь перечислены именно культурно-массовые и социально значимые мероприятия, значит, государственные и общественные интересы. Ну то, что уже упомянут «общественный интерес», это хорошо, но, к сожалению, детализации, что такое общественный интерес, нет. То есть все-таки у меня такая затаилась мысль, что если вдруг будет речь идти о каком-то чиновнике, который, например, устроил дебош в ночном клубе, если его сфотографируют и где-то опубликуют, то, скорее всего, под один из этих пунктов, к сожалению, это не подпадает. То есть в том случае, возможно, он будет иметь право на собственное изображение и не захочет его опубликовать, и журналисты будут неправы. Ну, принципы деятельности – это тоже спорный вопрос. Мы все-таки думали о том, что принципы деятельности СМИ – это больше этическая сторона, и перечислять этические принципы в законе, ну, может быть, это немного тоже перебор. Тоже положительный пункт, что теперь периодические печатные издания, агентства, сетевые издания должны предоставлять сведения о своих конечных собственниках, количестве голосующих акций и так далее. То есть это вот для открытости и подотчетности. Ну, вот тоже спорный вопрос насчет официальных сообщений. На мой взгляд, все-таки здесь нарушается принцип презумпции открытости информации. То есть международные стандарты гласят, что вся государственная информация открыта, исключения составляют лишь какие-то секреты, тайны и так далее. Когда мы делим информацию на официальные сообщения и неофициальные сообщения, возникает тоже такой немного диссонанс. То есть что такое официальные сообщения? А если я просто позвоню чиновнику, сдам ему вопрос, он мне ответит, и я это выдам куда-то в эфир, то есть это уже не будет официальным сообщением. Но здесь, мне кажется, что будет со стороны госорганов попытка стараться журналистам всю информацию не предоставлять и что-то скрывать. Ну и хороший пункт, что теперь конкретизируется, что запросы могут подаваться и в устной, и в письменной форме, и в том числе в виде электронного документа. Потому что последние лет 15 у нас постоянно возникают вопросы с стороны журналистов, когда им говорят чиновники, только в письменной форме, присылайте только письменный запрос. То есть теперь закон этот будет строго рекламентировать. Ну и вот еще один пункт, с которым мы категорически не согласны, о том, что редакция средств массовой информации обязана опровергнуть сведения, если не располагает доказательствами того, что сведения соответствуют действительности. Я аргументирую это. То есть в нашей стране, где судьи при рассмотрении исков о защите чести и достоинства деловой репутации крайне редко используют понятия, такие как факты, мнения, оценочные суждения, и зачастую вообще не знают, чем они отличаются, в чем разница, и как это использовать. Говорить о том, что редакция СМИ должна тут же вам предоставить доказательства какого-то своего, выданного в эфир материала, на мой взгляд, это не совсем верно. То есть доказательства, для кого-то это может являться доказательством, для кого-то это не может являться доказательством. Поэтому заставлять СМИ опровергать сведения, мне кажется, что это будет практика не очень хорошая. Ну и закон о защите детей от вредной информации, опять же, рано о нем говорить, потому что он сейчас идет еще на обсуждении, мы участвуем тоже в рабочей группе, но что вот меня тоже в нем немного смущает, это недостаточная точность формулировок, потому что там есть информация, которая не должна детям предоставляться, включает в себя вульгарные и бранные слова. При этом пока конкретики, что такое вульгарные и бранные слова, там нет. Потом еще есть экспертиза информационной продукции, некоторые вызывают пункты. Ну и в целом, на мой взгляд, законопроект несет такой очень запретительный характер, как, собственно, все наши, большинство наших законов, связанных с свободой слова. То есть почему-то мы забываем о том, что большую ответственность, наверное, за то, что смотрят дети, должны нести родители. И надо развивать у детей не только создавать им какие-то чистые списки того, что они должны смотреть, и какой-то очищенный контент им давать, но делать все возможное для того, чтобы у них именно развивать критическое мышление, заставлять их думать и как-то образовывать их. Ну и пару слов еще по поводу, по моей любимой теме. Это госзаказ в СМИ. Значит, тоже достигли прогресса в этой области, потому что, наконец, во-первых, появились правила формирования госзаказа. Но правила есть, они подробные, и теперь, значит, судьбу госзаказа решает не конкурсы и тендеры, а решает комиссия. Но, опять же, мы немного находимся в скепсисе от того, что 7 человек всего в комиссии. Наверное, это не очень большое количество людей, и, возможно, ее следует сделать более, работу ее более открытой. Кроме того, появилась методика определения стоимости, то есть цен госзаказа, который распределяется. Вот они здесь указаны, но это просто кусочек документа. То есть министерство, к счастью, приложило все усилия для того, чтобы максимально описать все процедуры, по которым идет распределение государственного заказа в СМИ. Но я думаю, что, тем не менее, у нас возникнут, конечно, еще и вопросы, и много вопросов министерства, но тот факт, что эти вещи появились, я думаю, уже очень хорошо. Ну вот, собственно, на этом все. Я буду рада ответить на наши вопросы.